как установить jumla 4 на реальный хостинг меня зовут федор васильев это урок от жума 4 так у меня уже есть хостинг у меня уже есть домен сам процесс как джуму закинуть на хостинг подключите к базе данных и на своем домене в данном случае у меня под домен как развернуть сайт на джума 4 естественно как зарегистрировать хостинг как зарегистрировать домен с нуля для новичков этот момент и все я опускаю если вы об этом ничего не знаете и вам тоже нужна информация об этих шагах напишите мне в комментариях об этом в данной статье на сайте fedor васильев точку ком ссылка под видео если вы смотрите это видео с youtube перейдете на мой сайт я вас направлю скину вам прямые ссылки на дополнительные уроки о том как по шагам зарегистрировать домен хостинг все подробно чтобы не повторяться я сразу же буду показывать как разместить джуму на хостинг и так джуму я скачал архив перешел в си панел своего хостинга кому интересно я использую хостик . юэй отличный хостинг много лет уже использую для своих сайтов очень быстрые сервера также кому интересно будут ссылки на данный хостинг в статье на сайте fedor василь.com и так не будем затягивать перешел в си панел загрузил архив теперь я его выделяю мне нужно здесь распаковать напоминаю что си панел у многих хостингов даже если вы используете другой хостинг они могут быть похожи могут отличаться поэтому для тех у кого уже есть хостинг и панель отличается все равно принцип 1 найдите кнопки где можно архив загрузить и извлечь у меня эта кнопка вот здесь вот извлечь показывает путь где мой домен я нажимаю извлечь вам будет гораздо проще проходить эти уроки если вы будете использовать то же самый хостинг что и я тогда вы сможете со шаг в шаг за мной все повторить и у вас никаких трудностей на этом этапе не возникнет далее все распаковалась архив мне больше не нужен из хостинга я его удалю дальше нам нужно разобраться с базы данных так как у меня база уже создана я просто могу перейти в php my admin по идее базу надо также на хостинге создать но она у меня уже есть вот эта база она пустая таблицы здесь нет сейчас будем думал соединять с базы данных и так вот мой тестовый домен мне нужно сейчас к нему обратиться в адресной строке браузер и обращаясь к своему домену по адресу мой домен слэш инсталляцию и нажимаю enter то есть по идее вот есть такая папка у нас инсталляцию мы к ней должны обратиться то есть вот это название вы прописываете после слэша после своего домена должно видеть вы вот такую вот страницу здесь я выбираю язык нахожу русский название сайта это главный заголовок главный title вашего сайта когда вы закончите с установка джумала в настройках это название всегда можно изменить позже параметры учетной записи я нажимаю на кнопку видите имя здесь будет например федор логин я напишу федор ну как правило здесь а раньше писали админ но для улучшения безопасности я не рекомендую использовать админ любое другое уникальное слово и не на русском языке пароль пароль теперь нужно создавать не менее 12 символов тоже связано с безопасностью то есть достаточно длинный пароль нужно создать если пароль соответствует требованиям джумала то будет подсвечена видите такой зеленой линии если пароль слабый будет желтой линии но и вас джума не пропустит к следующему шагу и так все данные я ввел нажимаю на кнопку и вот теперь самый по сути сложный ответственный шаг это нужно соединиться подключиться к нашей базе данных здесь я перехожу база данных чтобы просто посмотреть название своей базы вот моя база я прям отсюда название чтобы не ошибиться копирую то есть эта база данных также пользователь у меня также называется чтобы не не путаться соответственно у вас это должны быть какие-то свои данные когда вы базу создавали а возвращаясь на эту страницу здесь имя хоста обычно эти данные хостинг должен предоставить какое имя хоста но в моем случае я могу оставить localhost имя пользователя как раз таки это название мое и имя базы данных здесь я стираю проставляю то же самое и пароль обязательно пароль к базе данных тот пароль который вы создавали когда вы создавали базу данных на хостинге если пароль не помните ну вот в моем случае на этой странице вот тут внизу к текущему пользователь вот мой пользователь видите напротив могу изменить пароль и задать новый пароль если я забыл пароль значит вот здесь вот на по кнопке сгенерировать я сгенерировал изменить пароль вы успешно настроили пароль просто я пароль не помню к этой базе данных поэтому я его пересоздал возвращаясь сюда и этот пароль я здесь прописываю здесь уже можно нажимать установить если вы все сделали правильно вы должны увидеть вот такую страницу же с поздравлением и давайте произведем последние шаги установить дополнительные языки выбираем и русский находим внизу русский язык далее еще нужно выбрать для сайта для панели управления язык по умолчанию выбираем русский установить по умолчанию нажимаем на кнопку здесь нам джума сигнализирует что мы эту процедуру сделали вот и все здесь можем перейти по нижним кнопкам сразу в админскую часть сайта или сразу на фронтальную я предлагаю сразу перейти на завершить и открыть панель управления вот так вот нас встречает новая по сути панель управления давайте попробуем авторизоваться войти мы вошли успешно в админку своего сайта джуму мы с вами установили все в порядке и кликнув вот по этой кнопке мы можем перейти на фронтальную часть сайта посмотреть на нее лицевая часть сайта да как она сейчас выглядит пока что естественно сайт не настроен сайт не готов но он уже готов к тому чтобы начать его создавать то есть это уже реальный домен и этот сайт уже могут увидеть все пользователи интернета увидимся с вами в следующем видео в следующем видео